Дорогие друзья, я рад приветствовать вас в солнечной гостеприимной Абхазии. Меня зовут Лагутин Михаил Петрович. Я работаю с Олимпийцами с 1992 года. Сам я гребли, человек не чуждо, мастер спорта. Чемпион страны был по гребле на Ялов. Ну, немножко другая специализация, чем у вас. Заслуженный врач России, кандидат наук, но все, так сказать, мелочи жизни. Это не выступление, лекция, ну, как сказать, беседа. Посвящена проблемам допинга в спорте. Вызвана она чем? Тем, что, ну, вы, наверное, знаете, введенные санкции против легкоатлетов. Наши штангисты на чемпионате мира были увлечены в допинге, да? Причем абсолютный рекордсмен Ловчев был пойман на пептидах. Лекция будет очень коротенькая. Я хочу рассказать, что использование запрещенных препаратов, ну, вообще-то дело очень плохое. Карается само использование, распространение запрещенных препаратов. Это вообще уголовная ответственность. Все эти запрещенные препараты находятся в списке запрещенных препаратов ВАДА. Вы можете их найти в списке РУСАДА. Но большая проблема, которая есть у российских спортсменов, то, что мы ломимся, знаете, так можно сказать, по-смешному на препаратах, которые, в общем-то, весь мир давно не используют, которые запрещены. И буквально вот несколько примеров таких из последнего времени. Препарат Милдранат. Ну, я думаю, что 100% из всех присутствий здесь его использовали в тот или иной период подготовки. Однозначно. С 1 января 2016 года этот препарат запрещен. Но те люди, которые использовали в октябре, в ноябре, в декабре, при доп. контроле сейчас, они тоже могут быть уличены в его использовании. Поэтому, когда вы указываете перечень используемых препаратов ВАДА, вы указываете и Милдранат, я как пример говорю, который использовался в ноябре по таким-то причинам. Следующий момент. На чем обычно попадаются наши спортсмены? Заболели простудой. Пошли к простому доктору неспортивному. Есть препарат Рина-Луи-Муцил. Знаете, да? От гайморита, от насморка. Очень хороший препарат. Все его любят. Но в состав этого препарата входит туамина, гептан. Запрещенный препарат. Покапали капельки в нос. Приехал док-контроль. Вас дисквалифицировали. Второй пример. Третий пример. Многие девушки страдают лишним весом. Занимающиеся греблей. Многие. Ну и другими видами спорта. Попытка похудеть с помощью препаратов, биологически активных добавок. В состав которых входит есть такой препарат Сибутрамин. Он же продается в аптеке абсолютно свободно и рекламируется. Это Меридия. Наверняка слышали. Меридия лает. Просто Меридия. Имейте в виду, что этот препарат тоже входит в список запрещенных препаратов. Следующий. Опять же, препарат, который входит во многие пищевые добавки, предназначенный для похудения. Называется метил, эксономин или герамин. Или на основе герани. То есть это очень мощный психостимулятор. Имейте в виду, когда покупаете какой-то БАД, биологически активную добавку, вы обязательно должны посмотреть состав. Идеальный вариант, чтобы этот препарат, этот БАД, это лекарство показали не лечащему доктору. Лечащий доктор может это не знать. Потому что на самом деле гражданские врачи, не спортивные врачи, они этого не знают. Но если вам назначен врач, терапевт ваш участковый, этот препарат вы его съели, то врач ответственности не несет. Но если вы были пойманы на этом препарате, вас дисквалифицируют. И никакие оправдания, что вы принимали препарат, назначенный врачом, приниматься не будут. То есть вас дисквалифицируют по полной программе. В целом отношение Всемирного антидопингового агентства, которое базируется в Канаде, ну и РУСАДА, к использованию биологически активных добавок сугубо отрицательно. Нет никакой гарантии, что в том или ином количестве не будет там находиться тех или иных запрещенных препаратов. Поэтому к приему БАДов относитесь очень внимательно. На сайт РУСАДА заходите, по любому препарату вы можете получить информацию. Широко сейчас в спорте используются так называемые пептиды, которые используются в косметологии, которые используются в эстетической какой-то медицине. Но вы имейте в виду, что пептиды, это в том числе запрещенные препараты. И вот как раз Ловчев, наш великий рекордсмен, был сейчас на чемпионате мира, пойман как раз на пептиде. Имапарелин. Вы имейте в виду, что препараты, эти пептиды, входят в группы запрещенных, и прием их жестко карается. Например, вы делаете какую-то работу, ну, допустим, грибцовская работа, заболела поясница. С вами начинает работать массажист, работает массажист. Оказывается, что перегрузка приводит к проблемам с почками, появляется белок. То есть элементарный анализ мочи на определенном этапе позволил бы избежать вот эти все проблемы. К чему я призываю? Что прежде чем назначить какой-либо препарат, надо пройти нормальное, хорошее, лабораторное исследование. Хотя бы общий анализ крови, печеночные полы, электрокардиограммы для того, чтобы принять решение, то есть сначала базовое какое-то обследование. На основании этого базового обследования вы можете уже принять решение, надо или не надо. Считается вообще подход такой современный, что если наступает момент перетренированности, перегрузки, то надо корректировать это не медицинскими, не фармакологическими методами, а педагогическими методами. То есть это не значит, что стягать, стягать, стягать и дальше еще давать, чтобы он очень сильнее, греб еще давать. То есть здесь все можно решить на уровне педагогического. Значит уменьшить нагрузку, уменьшить интенсивность, выполнять работу четко по пульсу. Во всем мире, в Европе уже лет 20, с тех пор, как финны изобрели полер, да, систему контроля пульса, все тренируются уже в определенных пульсовых зонах. Не время, не отрезки четко работают, ну отрезки, но четко привязка идет к пульсовой работе. Это тоже надо очень все хорошо понимать и бездумно все эти препараты не принимать. Особенно то, что касается, вот сейчас ребята коснусь, мальчиков, юношей, прием препаратов стероидного ряда. Я могу сказать, что я доподлинно знаю людей, которые стали химическими кастратами. Прием стероидов, длительный, бездумный, приводит к прекращению выработки полного тестостерона. Ну, спорт закончился, вот такие плечи, вот такие маленькие плавочки, потому что они большие не нужны. Детей нет и быть не может, потому что на самом деле химическая кастрация, это не шутки. Гребли, они на последнем месте по приему запрещенных препаратов. К сожалению, к сожалению, у нас нет ни одного вида спорта, вы не поверите, даже представители бальных танцев, и там есть спортсмены, которые принимают запрещенные препараты. Практически нет ни одного вида спорта. По большому счету это нормально, стремление придумать, найти какой-то препарат, который позволит достичь большего, лучшего результата, повысить работоспособность. В этом-то, может быть, в самом посыле ничего плохого нет, но, учитывая массу повышенных действий, тот же эритропоэтид, поднимает гемоглобин, тромбоэмболия, образуются тромбы, внезапная остановка сердца, внезапная смерть, мочегонные препараты, обезвоживание, сгущение крови, тромбоэмболия. То есть здесь практически ВАДА-РУСАДА борется не с тем, чтобы как-то повлиять на ваши результаты, а чтобы сохранить ваше здоровье. На самом деле, я как человек, который 8 олимпиад на всякий случай отработал, да, и могу четко сказать, что и, в общем-то, за эти, сколько уже лет, наверное, там, 30, видел, ну, чемпионов олимпийских в разных видах спорта, и те, которые принимали, и не принимали, и ловили, и не ловили, но я вам могу сказать, что ключевым для достижения результата, да, максимального, ну, какой максимальный результат, это олимпийская золотая медаль, чемпионат мира, Европа, для кого-то, может быть, чемпионат России, является неиспользованием запрещенных препаратов. Если бы это было так все просто, у нас бы все, кто ест запрещенный препарат, были бы все чемпионами, да, рекордсменами мира. Это не так все просто, однозначно, и на самом деле, это не является ключевым. И сейчас в свете вот этой вот жесткой борьбы, я вам хочу сказать, что будет контролироваться очень все, очень плотно, очень жестко, очень внимательно, и поэтому, вы молодые ребята, вы имеете в виду, что если до 18 лет пойман, да, то пожизненная дисквалификация, до 18 лет. Это очень все серьезно, очень жестко, очень строго, вы это должны себе представлять. Германия начинает сажать в тюрьму, но на самом деле, это дело серьезно, это, в общем-то, забота о вашем здоровье. Если мы говорим все-таки о настрое на гонку, о какой-то предсоревнователе, здесь 99% это вот методически, это грамотно подвести именно тренировочным, это не значит, что что-то ты съел, вдруг неожиданно ты загреб, да так и так не бывает. Когда нам запрещают, запрещены, мы должны четко, так сказать, исполнять все эти запрещенные методы, тем более сейчас подход такой, когда спортсмен, помните раньше, много-много лет назад, версии были такие, поругался с женой, она мне метанно-трестаналона в суп насыпал, или там с другом поругался, я не шучу, это были, это абсолютно достоверный вид, сейчас очень четко, никакие аргументы, жена, друг, враг, случайно, специально, врач не знал, никаких оправданий, поймали, четко, все, дисквалификация на два года, тем более сейчас, вы знаете отношение какое к России, и мое мнение, почему Россия на слуху в плане допинга, используется допинг, к сожалению, во всем мире, вот слушайте, Тор де Франс, многократный победитель, Джерарда Италия, Тор де Франс, Лэнс Армстер, помните, его поймали, он признался, он покаялся, он из героя, вот да, превратился в изгоя, он там, и все, и государство не кинулось на его защиту, в следующий момент, Мэриан Джонс, величайшая американка, да, темнокожая, которая и прыжки в длину, и спринт, все выигрывала, была поймана, то же самое, покаялась, нигде государство не бросается на защиту, как говорит, он подлец, но он наш, все равно мы будем, он случайно, он не знал, кто-то подсыпал, в случае, если спортсмена улечили приеме доп. контроля, врач, тренер, главный тренер президента федерации, все поэтапно, все попадают под санкции, причем очень серьезные и очень жесткие санкции. Ну, всем спасибо за внимание. Спасибо, доктор. Давайте, давайте попробуем. Спасибо. 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 Спасибо.